Добрый день, коллеги! Добрый день, зрители! Те, кто пришли на наши события, будущие медицины на горизонте столетия. Большое всем спасибо. Мне кажется, я видел около ста человек, которые зарегистрировались, может быть, больше смотрят в Ютьюбе. И сегодня мы поговорим о далеком будущем медицины, о таком, о котором обычно говорить не принято, потому что оно слишком далеко, и можно фантазировать что угодно. Вот, и сегодня с вами я, модератор Ломоносов Андрей, заместитель и руководитель направления биомедицины рабочей группы HealthNet НТИ, и Илья Ясный, который... Что-то о себе расскажут сейчас? И разговаривайте, да, я самодератор. Да, пожалуйста, Илья, вам слово. Я же самодератор ваш, Андрей. Да-да, говорите, теперь ваш выход. Только меня зовут Ярослава Шихмин, да. А, ой. Да, мы давно знакомы. И я советник генерального директора фонда международного медицинского кластера. Это проект правительства Москвы, который разработан для того, чтобы привести в Москву самые яркие и в Россию инновационные технологии, в том числе те, которые не имеют лицензии на территории Российской Федерации. Мы имеем возможность заводить сюда иностранные клиники из стран ОСР с их технологиями, которые они воплощают здесь без дополнительного лицензирования. Сейчас у нас работает уже одна клиника израильская, Хадаса. В тесном контакте с Хадасой Израильской это фактически филиал. К нам приезжает Полина Степенская, которая занимается клеточными технологиями, которые только начинают развиваться в России. И строится большое количество других клиник, которые должны будут принести сюда зарубежные технологии в рамках не просто трансфера, а такого живого трансфера, чтобы он жил здесь. Поэтому если есть, опять же, обращаясь к тем, кто нас слушает, если у кого-то есть дружественные зарубежные клиники с опытом работы более чем 3 года или биомедицинские проекты, которые заинтересованы входить в Россию, мы всегда в рамках филиалов, мы всегда очень открыты. И я приветствую всех от лица Международного медицинского кластера наших участников. Нам представлялось, что тема очень сложная, вот такая говорить, про 100 следующих лет. Поэтому мы постарались выбрать спикеров, которые, с одной стороны, являются практиками и вовлечены очень глубоко в современную медицину и науку. С другой стороны, это люди, которые могут действительно заглянуть за горизонт. Я сейчас коротко всех представлю. Это Мацкеплишвили Симон Таймуразович, представляющий медицинский научно-образовательный центр МГУ имени Ломоносова, заместитель директора по научной работе, практикующий кардиолог, член-корреспондент РАН. Симон Таймуразович расскажет про далекое будущее, как он его видит. Сычев Дмитрий Алексеевич, член-корреспондент РАН, профессор РАН, ректор РМАПО и заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии имени Водчила. Дмитрий Алексеевич занимается настоящей такой персонализированной медициной. И я не знаю настолько глубоко погруженных в персонализированную медицину, видящих далеко спикеров у нас в России. Спасибо большое, что вас оправдает надежды. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы и партнер InBio Ventures. Илья Ясный, один из ведущих экспертов по аналитике новых лекарственных препаратов, который вовлечен в выбор лекарственных препаратов для портфеля инвестиционных компаний и в такую глубокую научную экспертизу. И, наконец, Дмитрий Вадимович Фадин, директор по стратегическому развитию и инновациям Invitro, отвечающий внутри этой быстро развивающейся крупнейшей лабораторной компании за разработку стратегических планов, анализ рынка именно инноваций, биоинженерных технологий. То есть здесь Invitro хочет выйти за пределы обычной лаборатории. И вот Дмитрий Вадимович занимается именно всеми всеми такими интересными инновациями. Как мы первое слово передадим сейчас Симону Тимуразовичу? Илья, я хотел немножечко рассказать, буквально две минуты, про то, зачем вообще смотреть через, да, до ста лет. И я помню такую замечательную историю. В 2015, по-моему, году я стоял в очереди среди большого количества людей, представителей институтов, компаний государственных, крупных фармкомпаний, медицинских клиник, стартапов. Я стоял в этой очереди, это была очередь на посадку, на корабли, которые всех увозили на Форсайт Флот 2015. И я смотрел и думал, зачем я вообще здесь? Что я делаю? Что это такое будет? Зачем это нужно вообще, да? Вот. И мне очень понравилась одна идея про далекое будущее, которую вот высказывали такие отцы-основатели отцы-основатели Холснета. Нет, вообще НТИ, да? Это про заселение будущего, про то, что будущее, оно похоже на далекую планету, к которой мы летим. Но мы улетим к ней уже сейчас. И если мы хорошо представляем, как эту планету заселять, если мы там уже как будто бы поселились, как будто бы у нас там есть моделька, как будто бы у нас там есть станция в этом будущем, космическая, то когда все остальные прилетят на эту планету, да, на большой такой ракете времени, у нас уже там будет инфраструктура, у нас уже там будут окопчики, у нас уже там будут зданицы, у нас уже там будет поселение, мы сможем уже выращивать там какие-то новые растения, адаптированные к этой новой среде, да? И в этом отношении далекое будущее, оно похоже на такую планету, да? Кто начнет о нем думать об этом будущем и начинает делать какие-то шаги проактивные, да? Вот он образ будущего составил и начинает его заселять, да? То тот, когда это будущее придет и к нему придет все остальное человечество, он уже будет там, будет понимать, как это работает, и у него будет некое преимущество, если хотите конкурентное преимущество нашей страны, если наша страна будет думать о далеком будущем. Поэтому эта идея мне очень понравилась, да? Я такой любитель, мне в некотором роде полениться и все подготовить заранее иногда, чтобы потом быть, может быть, в числе первых. И мне кажется, что это хорошая стратегия. Почему мне так кажется? Мы в 2015 году запланировали ряд инициатив. Это были инициативы, продиктованные во многом опытом уже существующим, да? Опытом других стран, пониманием того, как мы бы, ну, как некоторые решают, из ученых решают задачи, да? И в частности, вот было несколько моментов, которые нам удалось реализовать. Ну, кроме того, что мы поддерживали стартапы по ряду направлений и по биомедицине, и IT-технологии в медицине, и превентивной медицине, и в генетике, да, мы еще поняли, что есть ключевая проблема, это регуляторика, особенно для медицинского рынка. И в рамках нее вот мы сделали ряд регуляторных инициатив. Это в том числе более активное взаимодействие регулятора с заявителем. Это возможность точных консультаций, которые мы пробиваем, и они вошли все-таки, допустим, в закон о биомедицинских и лечащных продуктах, да? Несмотря на некую, ну, может быть, некую ригидность изначальную, да, когда этот закон готовился. Вот. И сейчас вот у нас находится, мне кажется, уже на выходе закон, который позволит там реализовывать лабораторно-диагностические тесты, как КЛИ, сертифицированные лаборатории в США, например, да, когда мы можем какие-то передовые тесты делать, да, аналогично тому, как что коллеги делают в инновационном центре в Сколково, в международном медицинском кластере. Мы, я надеюсь, что мы сможем это сделать в рамках молекулярной диагностики по всей России, да. И вот это вызвызрело там. И поэтому я считаю, что этот разговор о далеком будущем, он позволяет построить, заселить это пространство прямо сейчас нашими микродействиями. Вот, это то, что я хотел сказать про то, зачем нужно думать про сто лет вперед. Теперь, пожалуйста, давайте передадим слово Симону Тулмирадовичу Маскепришвили для того, чтобы он нам рассказал картинку того, как оно будет выглядеть глазами кардиолога. Отключите видео, пожалуйста. Вы знаете, это очень интересный вопрос. Как говорится, человек предполагает, Бог располагает. Но если говорить серьезно, то, конечно, это будет совершенно другая медицина. Принципы медицины останутся те же самые, но технологии, подходы, я думаю, будут другие. Во-первых, конечно, вот сегодня есть такой тренд, мы говорим о персонифицированной или персонализированной медицине. Я думаю, что этого не будет, потому что невозможно будет для миллиона человек сделать миллион разных способов лечения. Медицина будет скорее предиктивной и скорее профилактической, чем куративной или, скажем так, излечивающей, потому что через 30, а тем более через 100 лет население Земли во много раз возрастет. Это сейчас. Мы живем в эпоху пандемии, и все боялись, что человечество вымерет, но, к сожалению, погибло миллион, по-моему, полтора миллиона человек за это, вот с небольшим, за это же время родилось почти 300 миллионов человек. И даже если мы полностью устраним сердечно-сосудистые заболевания как главную причину смерти на Земле, или наоборот их не устраним, на прогресс количество живущих людей это особо не повлияет. И, конечно, будет невозможно каждому из этих людей, к сожалению, в большом. Потому что я за перетонифицированную медицину, собственно, мы с вами и занимаемся всегда. Но невозможно будет такому количеству людей, каждому из них подобрать своими заключения. Поэтому во многом это будет решаться с помощью систем машинного обучения, которые сегодня пытаются назвать искусственным интеллектом. Буквально на днях вышла статья, что сегодня каждую математическую операцию люди пытаются назвать искусственным интеллектом. Но тем не менее эти машины будут участвовать в создании алгоритмов скорее предотвращения серьезных заболеваний, а не только их лечения. С одной стороны. С другой стороны, моя глубокая уверенность, что через 30 лет будут побеждены все онкологические заболевания. Это не значит, что они не будут у человека развиваться. Но это значит, что мы будем иметь возможность лечить все виды онкологических заболеваний. Я думаю, такая серьезная проблема, как сахарный диабет будет тоже решена, включая диабет первого типа. И сегодня есть очень серьезные достижения по пересадке островковых клеток по желчной железе. Но самое главное, мне кажется, нейродегенеративное заболевание, которое сегодня выходит на первый план, это болезнь Альцгеймера и другие. Они будут, может быть, не побеждены, но во многом смысле они будут обрушены назад. При этом мы с вами должны прекрасно понимать, что помимо того, что людей станет намного больше, люди будут жить намного дольше. И это опять же будет приводить к новым проблемам. Но я думаю, человечество как-то сможет их решить. Но опять же, вот эти модные, сегодня популярные слова, персонализированная медицина, биохакинг и так далее, я думаю, это сегодня такая дань моде. Медицина скорее будет предотвращать заболевания с помощью выявления группы риска, воздействия группы риска. потому что лечить уже будет довольно сложно, поскольку людей будет очень много. Но опять же, мы должны с вами понимать, что параллельно тому, как будет меняться человечество, оно будет меняться не в вакууме, оно будет меняться на нашей планете, будет меняться климат, как мне кажется, будут меняться продукты, которые человечество употребляет, будут меняться окружающая среда, будет меняться уровень стресса, ну и, конечно, будут, к сожалению, но мы от этого не застрахованы новые пандемии. Если данная пандемия, это такая, скажем, респираторная, системная, то мы не знаем, что будет в следующий раз. И опять же, это тоже как-то изменит медицину. Но кардиология, поскольку я по своей основной специальности кардиолог, кардиология тоже очень сильно изменится, и мне кажется, что все-таки сейшие сущные заболевания перестанут быть главной причиной, потому что, во-первых, это в большинстве своем предотвращаемые заболевания. Просто мы не можем их предотвратить не потому, что мы не знаем, как это сделать, а потому что сложно за систему, и люди не очень комплоентны. Знаете, есть такое замечательное выражение, что человек гораздо более склонен стать героем один раз, чем святым навсегда. И вот люди должны стать святыми в плане образа жизни, физической активности, контроль за своими параметрами артериального давления, липидов, сахара, крови и так далее. Но это очень сложно. Но без этого мы не обойдемся. Кардиология, наверное, тоже станет такой предиктивной и профилактической кардиологией, хотя останутся какие-то пациенты, у которых могут выполнять и хирургические вмешательства, и интервенционные вмешательства. Медикаментозная терапия в кардиологии совершает прорывы буквально каждые полгода. Мы видим, особенно в плане лечения серийной недостаточности, это и ингибиторы неприлезина. Может быть, это сложно для аудитории. И препараты, которые раньше использовались для лечения сахарного диабета, сегодня мы знаем, они значительно снижают смертность от серийно-сосуистых заболеваний. Это и инвекционные препараты, и таблетированные. И таким образом мы будем, с одной стороны, разгадывать какие-то механизмы серийно-сосуистых заболеваний, хотя каждый раз нам кажется, что вот мы уже все знаем, мы все разгадали, но этот процесс совершенно неостанавливаемый. И, соответственно, будем находить способы, на это влияет. Огромное значение будет продаваться регенеративной медицине. Имеется в виду регенерация отдельных органов и тканей, но и также, включая сердечную мышцу, и сегодня уже, мы знаем, наши коллеги в Толяюйском университете напечатали сердце кролика на 3D-биопринтере, причем не просто миокарда, с впечатанными в него кровеносными сосудами, которые были воспроизведены на основе интересного очень математического алгоритма. А в будущем мы можем печатать уже и клапаны сердца, и сердечные полости, и коронарные артерии. А то есть за этим будущее. Ну и, конечно, собственно, регенеративная медицина, когда мы ничего печатать не будем, а, собственно, будем помогать сердцу восстанавливаться. Опять же, хотел бы возвратиться к тому, с чего начал. Будущее не за тем, как мы будем лечить заболевания, а за тем, как мы будем предотвращать заболевания. И тут, конечно, нужен очень серьезный прорыв в области привлечения населения к этому. Должна быть смена парадигмы от куративной медицины к профилактической. Но при этом есть еще очень важный момент. Это финансы. Сегодня компании, которые производят препараты, устройства, операционные, диагностические машины, они во многом диктуют того, как медицина развивается. Но все-таки мы должны понимать, что наша цель врачей – не просто лечить пациента, а предотвращать заболевания. И тут будет определенно довольно серьезный, как мне кажется, конфликт между бизнесом, медициной, биометикой и обществом. В том смысле, что тут скрывать. Компания заинтересована в том, что люди покупали, врачи назначали производимые их препараты, и часто это происходит без какой-то видимой на это необходимости. Хотя вот в кардиологии мы пытаемся работать и жить в рамках доказательной медицины. Мы используем препараты, которые доказали свое важное влияние. Но опять же, если мы будем предотвращать заболевания, то многие из этих препаратов станут ненужными. Хотя у пациентов, они, мы с вами прекрасно знаем, снижают вероятность смерти и вероятность серьезных осложнений. То есть это тоже такие биоэтические вопросы, которые придется решать очень серьезно. Причем, если говорить про биоэтику, сегодня у нас есть возможность и на генетическом уровне влиять на это, причем на генетическом уровне у нерожденных детей. Скажем так. И даже до облаготворения, и в пренатальном периоде. То есть вот так долго отвечал ваш простой вопрос, но медицина радикальным образом изменится, но это будет отражать изменения всего общества и всего человечества. Спасибо огромное. А могли бы вы больше сказать про то, как вы видите искусственное сердце, оптимальное? Потому что вы сказали про биопринтинг. Но каким оно будет? И будет ли это технология регенеративной медицины, либо все-таки это будут киборги? Да. Это очень интересный вопрос, на который у меня сегодня нет такого однозначного ответа. Потому что, с одной стороны, Россия – это страна, в которой, собственно, была предложена и была открыта, если можно так сказать, операция по трансплантации органов, и в том числе трансплантации сердца. И мы с вами прекрасно знаем, Владимир Петрович Демихов, наш соотечественник, выпускник Московского университета, впервые сделал эти операции на собаках, а затем Кристиан Барнард в 67-м году повторил ее на человеке в университете Кейптауна. И с тех пор трансплантация сердца, то есть ортотопическая, полученная от человеческого донора, стала золотым стандартом лечения тяжелой сердечной недостаточности. Но количество доноров, оно не бесконечное, и в всем мире есть недостаток донорских органов, в первую очередь донорского сердца. Поэтому, с одной стороны, будут развиваться технологии, скажем так, механические, и с вами кардиологи, нам как бы не очень приятно, может быть, это говорить, но оказалось, что сердце самый простой орган для замены, потому что очень сложно заменить почку, еще сложнее заменить печень, мы совершенно не знаем, как заменить головной мозг, а сердце – это просто насос, такой пламенный насос, как поется в песне. И поэтому сегодня есть огромное количество устройств, которые вот эту насосную функцию сердца прекрасно выполняют. Это полностью имплантируемые устройства, либо устройства, у которых снаружи насосы, но, тем не менее, эта технология существует. И третья технология – биопринтинг, причем напечатать сердце можно из клеток самого, скажем так, пациента, это будет аутологичное сердце, не будут возникать какие-то конфликты, я имею в виду, со стороны иммунной системы, эти люди не будут требовать иммуносокрессивной терапии, то есть в эту сторону мы тоже пойдем. Но, конечно, сегодня огромное направление – это регенерация сердца с помощью генных и клеточных технологий. Сегодня мы имеем возможности в миокарде при определенных подходах, это называется терапевтический ангиогенез, выращивать кровеносные сосуды, эта технология называется шунтирование-бесшунтирование, если мы говорим с вами обшимической болезни сердца. Правда, также сегодня мы имеем возможность, пока еще в эксперименте, но выращивать, скажем так, заращивать поврежденные участки сердечной мышцы, которые закрупцевались в результате перенесенных фактов миокарда. Равно так же мы будем иметь возможность включить какие-то заболевания сердечной мышцы, в частности, трепутационную кардиомиепателю, сердечную недостаточность, путем стимуляции деления клеток сердца, либо пересадки искусственной пересадки кардиомиоцитов. Огромное количество технологий, я просто не знаю, насколько глубоко мне надо вводить сейчас в эту тему и рассказывать про это, но будет трансплантация сердца, безусловно, будет полностью искусственное механическое сердце, оно, собственно, уже есть. Ну и, конечно, вот эти технологии регенеративной медицины, они тоже определенную нишу займут, поскольку механические сердца, они не идеальны, там возникают большие проблемы со свертываемостью крови, поскольку, с одной стороны, могут быть тромбозы, с другой стороны, кровотечения, многие эти насосы разрушают эритроциты, сегодня уникальные технологии, когда, например, два вида насосов, есть насосы турбинные, есть постоянный отток, объединенные в одном устройстве, построены на принципе магнитной левитации, где турбина крутится со скоростью 10 тысяч оборотов в минуту, и при этом нет соприкасающихся частей, поскольку ротор подвешен в актеполе, и эти устройства активно начинают внедряться, они помещаются на ладонь, буквально, и за этими устройствами, безусловно, будущее, но все-таки мне кажется, что живое сердце, человеческое, оно имеет определенные преимущества, поэтому регенеративная медицина или 3D-биопринтинг тоже получат очень большое развитие, но мы с вами знаем, что сердце, кроме того, что это трехмерный орган, оно еще и движется, это четырехмерный орган, и в этом смысле его создать не очень просто, хотя технологии есть, когда берутся каркасы специальные, на них наращиваются кардиомиоциты, кровеносные сосуды, и через 100 лет, я думаю, можно будет через интернет или через то, что будет замена интернету сегодняшнему, сказать себе сердце, его привезут и пересадят человеку. Спасибо огромное, такие замечательные перспективы, и что интересно, вы рассказали именно про нашу специальность, и мы хотим от лица организаторов вас поблагодарить за очень интересное наступление. Спасибо вам огромное, желаю удачи. Дмитрий Алексеевич, ну, мне кажется, теперь вам надо защитить честь персонализированной медицины, потому что, действительно, это хороший вопрос, а сможет ли человечество через 100 лет обеспечить каждому человеку персональное лекарство? Ну, и остальные вопросы тоже. Останется ли аспирин вообще, или все, или мы забыли про вот это вот всем лечиться одним и тем же? Что будет? Расскажите нам. Уважаемые коллеги, вначале хочу поблагодарить организаторов и лично Ярослава за приглашение и возможность участвовать в интересном таком моменте. Ну, не знаю, сколько я буду защищать персонализированную медицину или, в общем-то, излагать свой взгляд, может быть, немножко скептически, из позиции, опять же, врача-клинического фармаколога. Ну, что хотел сказать, что, конечно, персонализированная медицина, наверное, правильно говорить, наверное, не персонализированная, и Симон Томурасов говорил об этом, а, наверное, прецизионная медицина, вот уже во всем мире именно так, говорят, уже запутались в этом количестве П, вот, то есть точная медицина, она действительно перспективна, потому что сейчас мы имеем дело с так называемой реактивной медициной, когда у нас есть некий гайдлайн, значит, некая клиническая рекомендация, где, например, при нехлапанной фибрилляции предсердия рекомендуется препарату первого выбора четыре препарата из группы прямых оральных антикоагулянтов. Начинается метод проб и ошибок, подбора лекарственных препаратов, а прецизионная медицина дает мне не инструментарий, а некие биомаркеры, которые позволят врачу принять решение о правильном препарате, который не вызовет побочных реакций и который быстро достигнет критериев эффективности, клиническая, лабораторная и так далее и тому подобное. С этих позиций две истории я хотел бы осветить. Первая история, история со старыми препаратами. Наверное, они никуда не делаются, периодически они вылезают. Тот же, например, колхицин, который имел очень узкую нишу в плане применения. Он, например, нашел применение при COVID-19, в тех же протоколах, к которым имеет прямое отношение Симон Тимуразович, в МГУ. Да сколько препарату лет? Лидия Передомога тоже входит в эти же препараты, в эту же схему, а не в стороне лактон. По старым препаратам будут исследования, вот как мы, например, проводим, по поиску биомаркеров максимальной эффективности, безопасности и предсказанию индивидуальной фармакокинетики. Вот это самая равновесная концентрация. И вот в Академии мы уже эти биомаркеры активно изучаем для целого ряда старых препаратов. И в основном касаемся биомаркеров фармакогеномных, априорных, до дачи препаратов. Но перспективными, конечно, являются и другие биомаркеры, и протеомные, и транскриптомные, и метаболомные, и так далее. Технологии, конечно, генетически дешевеют, поэтому технологии, биомаркеры, основанные на ПЦР, они, конечно, будут все доступнее, доступнее и доступнее. Это очевидно. В будущем, наверное, я так прогнозирую, что все-таки через 100 лет каждый житель Земли, наверное, будет просеквенирован и будет известно для каждого жителя Земли последовательность ДНК, но речь идет о том, как эти технологии внедрятся. Ну, очевидно, что вот эти вот биомаркеры, которые приняты говорить о миксах, здесь я еще не про микробионные биомаркеры не говорил, они тоже перспективные, они должны работать вместе, и работая вместе, они точно должны предсказывать действия того или иного препарата. Это я про старые препараты пока говорю. Про новые чуть позже будет тоже отдельное, как бы у меня отдельное слово. Значит, и когда эти биомаркеры разрабатывают, здесь нужно понимать, что этапность будет сохраняться. Сначала ассоциация биомаркера с плохим ответом, потом некая валидация этого алгоритма. Кстати, вот наш опыт с машинным обучением подсказывает, что генетика в плане предсказания, например, исходов или эффективности безопасности, она не первого скрипта играет, а первого скрипта играет, опять же, клинические показатели, старые добрые, которые в тех же шкалах, фигурированные, ХАЗ-БЛЭД и ТАЗ-2ВАЗ и так далее. А генетика помогает повысить точность этого прогноза. Очень важно, чтобы эти алгоритмы были упакованы в систему поддержки принятия решения, тоже об этом скажу, и Дмитрий, видимо, тоже об этом будет говорить, целый такой комплекс систем поддержки принятия решения для врача. Очень важно, чтобы эти алгоритмы были еще проверены с точки зрения экономической рентабельности. Вот здесь у нас полный провал, у нас технологии появляются, но никто их не проверяет на предмет экономической целесообразности, называется оценка технологии здравоохранения. Ничего невозможно внедрить, если не провести вот эту вот процедуру ОТЗ, одна из главных процедур, это клинико-экономические или фармаэкономические анализы, доказать, что действительно это экономически целесообразно в данный отрезок времени для данного региона, для данной страны и так далее. Все это только с учетом, опять же, фармаэкономики и хорошей доказательной базы попадет в клинические рекомендации, которые являются основой для медицинской деятельности нашего врача. Плюс нужно еще обучить врача, сформировать компетенции, то есть погрузить это в образовательные программы, профессиональные стандарты и так далее. Это что касается старых препаратов. Они не исчезнут. Эти старые препараты, даже ацетосалициловая кислота или колхипцин, как я говорил, диорегипритамол, останутся для, видимо, определенных групп пациентов, которые будут тестироваться по биомаркерам, и у них это лечение будет максимально эффективно безопасно. И параллельно, уже активно, уже через нескольких десятков лет даже, можно сказать, развивается концепция новых препаратов, когда есть препарат, и биомаркер, биомаркер, который говорит, что лекарство будет работать. Например, эвакофтор и соответствующая мутация хлорного канала в больных с мукулицидором. Только с определенной мутацией эвакофтор работает, соответственно, это вот таргетная аудитория. При этом, таких количеств продуктов будет все больше и больше. Например, с герцептином, тоже один из первых примеров рак молочной железы. Но здесь нужно учитывать, что дизайн подобного рода исследований, медикаментов, то есть биомаркер, он отличается от тех дизайнов классических, которые применяются для, так скажем, доказательности, для доказательной базы, формирования доказательной базы просто лекарственного препарата без биомаркера. Кстати, многие регуляторы, и мы в том числе присоединились, начали специальные тоже кайты делать по именно вот таким дизайнам подобного рода исследований. Об этом тоже нельзя думать. Здесь, кстати, не только биотехмолекулы будут, но и синтетические молекулы тоже будут достаточно перспективны. Конечно же, будет продолжаться, я думаю, будет развиваться тренд на целенаправленный дизайн медикаментов, когда изучаются с помощью инсилико-технологий эти биомолекулы, мишени, подбираются как ключ к замку химические соединения или антитела и так далее. И, соответственно, такие продукты будут появляться. Это точно совершенный инсилико-метод, он уже сейчас показывает такие очень интересные результаты и достаточно перспективны. Я к чему говорю? К тому, что вот эти две доктрины доказательная медицина и президентная медицина, они не будут производствоваться, и я верю, что доказательная медицина будет жить и в течение этих 100 лет тоже обязательно будет жить. Что будет еще внедряться? Будет внедряться системой мониторинга за эффективностью и безопасностью, в том числе и с помощью микроплюидной технологии возможны разные биосенсоры и детекторы, которые будут определять критерии эффективности и безопасности, которые будут, возможно, сопряжены с некими устройствами по введению лекарственных препаратов, ну, по типу, может быть, как инсулиновая помпа или еще что-то в этом духе. И таким образом будет вот такая саморегуляция в плане, опять же, оценки эффективности и персонализированное изменение режима дозирования лекарственных препаратов. Технологии уже такие есть, и я думаю, что в будущем это существует. Кстати, даже есть сейчас технологии автоматизированной раздачи лекарственных препаратов в клинике, так называемые диспенсеры. Это тоже будет развиваться. Все это повышает комплоентность, конечно, пациентов. Это важно. Ну, и, конечно, системы поддержки принятия решений. Они должны быть основаны в том числе на тех моделях, о которых я сказал, о которых тоже говорил Симон Тамуразович. Это так называемый элемент искусственного интеллекта, хотя есть разница между искусственным интеллектом, всем поддержкам принятия решений, потому что это разные вещи. Но сейчас все под одну гребенку искусственный интеллект. То есть, это некие подсказки для врача в автоматизированном режиме, для пациентов в некоторых ситуациях, по автоматизации, например, клинических руководств, ну, drug interactions, drug laboratory interactions, drug gene interactions, drug pregnancy, drug sport, drug, там, что не назвал, lactation и так далее. Все это будет основано на базе знаний, которая будет, наверное, точно пополняться и давать такие подсказки для врача все-таки для принятия решений. Вот Ярослав мне выслал список вопросов, и там один из вопросов была роль врача через там. 34, 50, роль пациента. Может быть, все это будет автоматизировано, все это будет на основе системы принятия решений, и, в общем-то, врач не нужен. Но я думаю, что врач нужен будет через столи, а это останется лишь такими реальными инструментами, инструментами обеспечения максимальной эффективности и безопасности лечения, потому что общение с врачом, пациентом никто не отменял, что это важный лечебный фактор, терапевтический фактор, я бы сказал. Общение с пациентом, кстати, есть даже исследование, которое называется плацебомика, которое показывает, что есть генетическая предрасположенность пациентов к ответу на плацебо. Это в основном полиморфизм генов системы транспорта, это поламинов в центральной нервной системе, то есть даже можно выделять людей, которым нужно больше общения с врачом, например, с точки зрения плацебо-эффекта, или меньше общения с врачом. И то же, о чем мы говорили и с Андреем Ломоносом тоже, это вопросы комплоентности. Вопросы комплоентности, конечно, можно решить с помощью информационных технологий, комплиментаторов, напоминалок, они уже есть, что нужно принять таблетку, или еще что-то нужно сделать, изменить образ жизни, и так далее. Но роль врача в обеспечении комплайенса с точки зрения в том числе медикаментозной терапии, она действительно колоссальна, на мой взгляд, поэтому врач, на мой взгляд, никуда не денется. Там еще были еще вопросы про геномное редактирование. Я, опять же, не специалист в вопросе наследственной патологии, но считаю, что это перспективно с точки зрения борьбы с наследственными заболеваниями, равно как перспективно, тоже об этом сегодня говорилось, и генотерапия. Это будет активнейшим образом развиваться. Ну, в общем-то, вот и все, что я хотел сказать, по-моему, ложился во времени. Спасибо, мои координаты, если есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо огромное за интереснейшую лекцию, невероятные перспективы. Мне кажется, что вы как-то сшиваете реальность с тем, что будет в будущем, что очень интересно, то самое движение к какому-то акцептору. Спасибо вам большое. Хочу передать слово Илье Ясному, рассказать про то, как мы будем видеть развитие технологий лекарственных различных через призму фармацевтического бизнеса и технологическую часть, какие, может быть, классы препаратов останутся через 30-100 лет, какие появятся новые. И особо интересно хочется услышать ваш взгляд на технологию клеточной терапии, которая сейчас очень активно развивается, какой они могут нишу найти, и про геномную модификацию CRISPR-CAS. Илья, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое за приглашение и возможность выступить. Я хотел бы продолжить, наверное, с того места, где остановились предыдущие коллеги, а именно, вот уже было упомянуто про очень важную тенденцию перехода к превентивной медицине, и уже говорилось про возможности машинного обучения и автоматизации здесь. Я бы еще хотел упомянуть, что вот прямо сейчас очень такая заметная тенденция, которая, я думаю, будет продолжаться, это цифровизация использования носимых устройств, потому что относительно здоровые люди, которые еще не заболели никакими тяжелыми заболеваниями, им не требуется никакое инвазивное лечение, и они его не хотят. Поэтому очень большая потребность в неинвазивной, постоянной, наверное, диагностике, но не навязчивой, которая может осуществляться с помощью всяческих телемедицинских устройств, непрерывного мониторинга, особенно для тех людей, которые находятся в группе риска. Вот упоминая про неинвазивную диагностику, потребность здесь очень большая, и уже есть некоторые успехи. Тем не менее, все еще при тяжелых заболеваниях, онкологических заболеваниях, заболеваниях печени, легких, стандартам и наиболее информативным тестам остается биопсия. И, конечно, существует большая потребность к тому, чтобы уходить от этого, потому что для выбора правильной стратегии лечения желательно как можно чаще и внимательнее следить за состоянием маркеров у человека. И поэтому такие возможности, как жидкая биопсия или совсем неинвазивные технологии визуализации, ну, какие-то улучшенные аналоги, там, МРТ или КТ, более простые, более информативные и валидированные, главное, с точки зрения предсказаний исходов, это очень большая потребность для пациентов. Теперь про клеточные технологии и вообще терапевтические модальности. Значит, если говорить про 30-летнюю перспективу, что немножко проще и более реалистично, для этого нужно заглянуть чуть-чуть назад, посмотреть, как шло развития этих модальностей в прошлом и что сейчас находится на ранних этапах клинических исследований на доклинии. Вот до 90-х годов фактически у нас превалировали химически синтезированные малые молекулы в качестве терапии. Только с 90-х годов началось развитие биотехнологических лекарств, они начали выходить на рынки. В 2000-х годах они очень сильно распространились и сейчас скажем по объему продаж уже доходят до 40% биотехнологические препараты, но однако как мы видим они не вытеснили совсем малые молекулы и малые молекулы продолжают разрабатываться, потому что они друг друга дополняют при каких-то патологиях лучше пользоваться одними модальностями при каких-то другими. Но вот в 2010-х годах мы увидели прямо взрыв новых терапевтических модальностей. Это и коньюгаты малых молекул с антителами различных видов и разные антительные препараты типа специфических антител и других антительных конструкций и препараты на основе вирусов олигонуклеотидов там мРНК в частности и вот технологии наконец клеточные и генные и если заглядывать в будущее может быть это будут какие-то технологии микробиомные по крайней мере воздействующие на микробиом какие-то технологии с экзосомами связанные очень интересные новое тоже в общем-то новое открытие и потенциально новая терапевтическая модальность таргетная деградация белков которая сейчас наконец показывает первые успехи и цифровые так называемые терапии ну особенно в области нейродегенеративных заболеваний и лечение пациентов с психиатрическими заболеваниями уже есть зарегистрированные такого рода терапии однако вот если конкретно сосредоточиться на клеточных и генных терапиях пока что то что сейчас зарегистрировано это очень нишевые показания это орфанные заболевания достаточно редкие случаи онкологических заболеваний только только сейчас в третьих фазах исследований в онкологии подбираются к более распространенным онкологическим заболеваниям таким как мелкоклеточный рак легкого или рак шейки матки но еще пока нет регистрации у таких продуктов хотя она буквально в этом году ожидается и однако я думаю что с развитием технологий все больше и больше более распространенных заболеваний можно будет лечить клеточными и генными терапиями это относится и к заболеваниям сердца и к заболеваниям печени и в принципе легких то есть потенциал гигантский здесь есть некоторые ограничения по технологии как раз потому что пока что производство генных и клеточных терапий это очень дорогое удовольствие например себестоимость скажем генной терапии гемофилии это 150 тысяч долларов только за вот за за одну дозу препарата поэтому такие гигантские суммы они стоят на рынке то есть миллион долларов 2 миллиона долларов там стоит зал генсма однако я думаю что такая себестоимость это временная вещь и вообще как бы мы видели исторически что с развитием технологий с развитием автоматизации опять же микрофлюидных технологий машинного обучения производства это сложный но технически преодолимый барьер я думаю что стоимость таких продуктов будет снижаться и в итоге они будут становиться доступны и доступны и вообще когда говорят о том что лекарства постоянно дорожают что они там все менее доступны становятся это некоторые некоторые такие политические заявления и лукавства потому что на самом деле после того как на лекарство заканчивается патент они становятся доступны для всех и да вот эти там 20 лет патентной защиты это цена которую приходится платить за новые разработки но затем лекарство как бы становится публичным достоянием в отличие от кстати говоря там услуг госпиталя врачей которые не имеют какой-то тенденции и которые больше похожи на ренту а не на ипотеку если проводить такую аналогию вот а если заглядывать совсем в будущее и немножко пофантазировать да скажем геноредактирование в виде там CRISPR-Cas уже в клинических исследованиях то есть это клетки экс-вива которые забираются у человека редактируются потом вводят ему обратно но пока что точность скажем самой вот этой системы CRISPR-Cas она недостаточно для того чтобы применять ее ин-виво и она пока что достаточно только для очень нишевых показаний когда вы можете адресно у отдельных людей там единичных отбирать тщательно только те клетки которые не нанесут ему вреда из-за скажем какого-то нецелевого редактирования но естественно полным-полно разработок которые нацелены на повышение этой точности это уже новые системы это не CRISPR-Cas9 даже а аналогичные генноинженерные из других организмов и так далее то есть как раз здесь глядя на фундаментальные разработки и на их количество можно сказать что эта область конечно шагнет вперед тем более на 100 лет уже упомянутая 3D печать да я совершенно согласен что это очень перспективная область она бурно развивается и внесет какой-то заметный вклад в будущую терапию затем вот такая тоже пока что очень фундаментальная область но которая я думаю начнет скоро давать свои плоды это различные технологии на уровне отдельных клеток с Hingle Cell Technologies cuando секвенирует геном отдельных клеток смотрят на динамику белков в отдельных клетках причем сейчас уже не инвазивно прямо на месте можно посмотреть как в клетке передвигаются белки пока что это такое первичное накопление знаний именно фундаментальная наука но я думаю надеюсь и верю что постепенно это выльется в качественный скачок скажем знаний о мозге которого так не хватает для лечения нейродегенеративных заболеваний потому что если откуда такой прогресс в онкологических заболеваниях потому что стало гораздо благодаря огромным усилиям фундаментальной науки стали гораздо яснее механизмы онкогенеза там еще очень много темного естественно но они гораздо стали яснее поэтому удалось делать какие-то лекарства я думаю что то же самое постепенно произойдет и в области нейродегенеративных заболеваний но как раз характерное время здесь это лет сто и последнее совсем фантастическое я думаю что все больше и больше будут развиваться какие-то нано-роботизированные технологии типа каких-то молекулярных сложных комплексов которые возможно даже можно будет запускать в организм людей для мониторинга для лечения может быть они будут сделаны на основе клеток генноинженерных и потому что клетки идеально в принципе приспособлены как такие механизмы которые получают информацию из окружающей среды и что-то выдают наружу может быть сочетание клеток и нано-роботизированных технологий позволит делать такие такие как бы наномеханизмы которые будут двигаться в организме получать информацию скажем о каких-то неправильных вещах внутри и исправлять ну это совсем уже такие визионерские рассуждения пожалуй на этом я закончу спасибо большое и готов ответить на вопросы спасибо большое Илья за замечательный доклад очень интересно и это то чего нам собственно и не хватает послушать вот о таких технологиях в будущем от людей которые сегодня плотно занимаются настоящими прорывными технологиями я думаю что эта передача будет в записи доступна и на сайте международного медицинского кластера вот Фаина Фильна наш директор или в наших рассылках обещали также ее отразить и спасибо еще раз огромное я передаю слово со-модератору Андрею Ломоносу Андрей да спасибо спасибо Илья и теперь я должен спросить Дмитрия Вадимовича Фадина человека который очень активно знает я просто не знаю меня слышно или нет отлично отлично просто почему-то я не вижу вот Дмитрий вы как выступаете в двух постасях первое это как человек от инвитера вы очень хорошо знаете битвеси рынок медицины потому что в основном все-таки он B2B все-таки сложное тяжелое и вот этот сегмент который я думаю это один из тем для рассуждения через сто лет может поменяется это вот общение с человеком конкретного медицинского производителя вот это первый такой глобальный вопрос второй вопрос вы часто говорите что говорить о будущем сложно потому что мы всегда из настоящего идем вот и действительно то что мы смотрим сейчас базируется на вот этих тенденциях с прошлого что все-таки вы думаете с точки зрения вот этих новых вы уже смотрите на новые технологии вы видите B2C сегмент конкретных людей что останется и что уйдет вы как у нас последний у вас сложные вопросы вот и второй вопрос который к вам я совершенно невероятно впечатлен тем что вы делаете с 3D 3D биопринтингом с этим проектом про космос и то как вы печатаете на международной космической станции биороботом клетки вот биопринтером клетки вот как вы думаете что ждет биопечать я все-таки вот надеюсь что будет мой я могу напечатать своего двойника через 100 лет но я может уже не буду жить но может быть и буду что вы скажете смотрите коллеги я хотел бы вернуться к тому что говорил Андрей вначале о смысле рассуждения о будущем мне кажется что будущее будет таким как мы его запланируем потому что мы своими шагами его формируем собственно говоря вот у меня со многими коллегами которые здесь присутствуют есть сейчас совместные проекты которые ну как бы посвящены тому чтобы это будущее создать вот поэтому когда мы говорим о будущем мы всегда пытаемся рассказывать о настоящем или даже о прошлом потому что хочется нам так хочется чтобы то что мы делаем сейчас оно в будущем имело какой-то смысл это первое но я думаю что в будущем оно уже устареет то есть мы это уже сделаем уже получим бенефиты и оно уже успеет устареть это первое второе момент мне кажется заключается в том что тенденции меняются они имеют обновление меняться то что нам кажется как бы непреложным таким трендом оно меняется вот одним из главных трендов который меняется мне кажется он будет заключаться в том что от того желания накопить как можно больше информации о конкретном пациенте мы перейдем к трендам когда мы начинаем из большущего массива данных которые мы можем собрать об этом пациенте выбирать только те которые имеют отношение к делу прямо здесь сейчас и это важное как бы изменение второе об этом говорил Илья мне кажется очень важно важным трендом будет не желание пациента больше думать о своем здоровье чем больше достижения нашей общей и достижения медицины тем меньше мне кажется пациент хочет вообще заботиться о собственном здоровье он занимает нормальную ленивую позицию когда кто-то должен другой о нем позаботиться и в этом смысле мне кажется преимущество будут иметь технологии которые позволяют сделать это не то что неинвазивно но и даже незаметно для него вот система незаметной медицины не видны пациенту когда все происходит само собой мне кажется через сто лет будут превалировать что касается как бы основных направлений развития вот я уверен что все эти технологии о которых коллеги рассказывали они будут достаточно быстро развиваться это просто как следствием того сколько людей этим занимаются когда мы в 10-11 году начинали заниматься 3D биопринтингом мы смогли объехать всех ученых которые этим занимаются и поговорить с ними лично потому что их всего было человек 17-20 и это было нетрудно мы просто сели в самолет и всех облетели вот но сейчас это уже сотни научных групп и гигантское количество коллабораций вот когда мы все друг с другом взаимодействуем и вот среди наших коллабораторов много университетов из Стэнфорд из Брюсселя много-много разных коллег каждый из которых специализируется на чем-то одном и мы складываемся результатами это крайне важно количество групп которые занимаются всегда имеет результирующие в виде полученного потом препарата или технологии или чего-то еще поэтому я уверен в развитии 3D биопечати и возможностей самых разных методов такой печати но я думаю что главные все-таки будут когнитивные технологии нейротехнологии они будут развиваться все более все более быстро потому что всегда всех волнует не тело а сознание вот и вот возможность копирования сознания мне кажется довольно такой странной идеей честно говоря потому что мы убираем его величество в случае мы убираем неопределенность и перестаем быть в этом смысле любим это можно создать сколько угодно копий человека с точки зрения его сознания которое будет точно на него похоже но никогда не будет им вот и здесь нету мне кажется такого пути в будущее но вот работа с сознанием для того чтобы максимально человек понимал что ему делать знаете есть хороший кейс замечательный Александр Юрьевич Австровскому который является генеральным директором ВИТР позвонила его знакомая со следующим вопросом она говорит вот смотри мне сейчас 80 лет я сделал несколько генетических тестов и значит не прогнозируешь что я буду жить до 120 до 105 лет у меня есть четкая программа что я буду делать я хочу поехать на путешествие а вот дальше 15 лет не знаю чем заняться не посоветуешь вот понимаете здесь очень важный вопрос о смыслах мы все больше и больше рассуждаем об известных нам на сегодняшний день технологиях да это и системы поддержки принятия решений которыми мы работаем это и компонентная диагностика о которой Дмитрий Алексеевич очень подробно рассказывал и это очень важный как бы аспект это и новые технологии подбора лекарств не обязательно делать новые лекарства можно взять старое использовать его в нужный момент времени для нуждающегося в нем пациент совсем не факт что разработка новых лекарств это самый эффективный путь скорее всего будет комбинировано и то и другое и третье и четвертое и пятое и много биотехнологий и технологии регулятивности не только 3D биопечать мы видим и другие технологии например технологии запрограммированного роста мы видим попытки управлять не только генами с точки зрения вот такого фундаментального нашего иммунитета но их реализации в нужный момент времени это тоже все больше и больше развивается и мы видим движение в эту сторону поэтому я уверен что технологии будут двигаться но самое главное в этом все-таки какие-то какие-то движения стороны осознания того зачем вот мне кажется что попытки бороться с природой с ее фундаментальными вещами например остановить старение полностью хорошая классная идея кажется но мне кажется не очень выигрышная потому что старение очень фундаментальный процесс заложенный имеющий смысл в себе вот а вот идея того чтобы например сократить стоимость лечения людей которые на сегодняшний день знаете есть статистика которая показывает особенно в развитых странах что половина всей стоимости лечения приходится на последний год жизни пациента и в этом смысле технологии которые обеспечивают лечение вовремя не предикцию даже а вот лечение вовремя иногда у нас есть очень большая ошибка мы начинаем современными доступными методами выявляя заболевание раньше чем мы выявили раньше лечить его так же как мы лечили в том случае если мы выявили его на более позднем уровне и тогда вред от лечения может сильно превышать пользу от этого лечения поэтому мне кажется что здесь должна быть некая гармония некая оценка и лучше выявлять заболевание не заранее а ровно тогда когда это нужно тогда когда у нас есть проверенный эффективный и понятный для данного конкретного пациента механизм ее лечения с точки зрения персонализации я тоже уверен что персонализация не будет абсолютной скорее это будет сертификация мы дойдем до более узких групп когда мы четко понимаем что для этой группы пациентов это работает причем эти группы будут комбинированы для одного вида заболеваний или метаболизаторов или пассвеев или как угодно это будет одна группа но этот же человек попадает в другую группу в другую область вот мало того я не очень верю в то что нам удастся исключительно генетическими методами со всем бороться потому что ну как бы человек по природе он полигенен полигеномен вот в этом смысле что много генов отвечает за за разные процессы и таким образом скомбинировать чтобы не навредить в другом месте будет тяжеловато вот но тем не менее я уверен что технологии приведут к тому что мы начнем жить дольше я уверен к тому что технологии приведут к тому что мы начнем меньше думать о собственном здоровье мы получим его как сервис автоматом и не очень заметно для себя я уверен что мы перейдем от просто накопления данных которых нам явно не хватает к целенаправленному сбору применительно к конкретному данной группе пациентов для конкретной цели и когда это мы делаем по правилам которые позволяют нам например проводить клинические исследования с доказательством в реальном времени это серьезно улучшить для нас процессы как-то так Дмитрий большое спасибо вы ответили на один вопрос который был в аудитории и у нас осталась еще одна минутка и я его остальным спикерам озвучу вопрос такой какие перспективы для полной остановки старения человека и возврата молодости в течение 21 века вы видите если кто-то у кого-то есть желание высказаться ну давайте кто-то один выскажется и мы будем говорить всем спасибо друзья коллеги я очень коротко поддержу вот посыл Дмитрия про смысл и более того сейчас появляются научные исследования которые подтверждают эти слова то есть в крупном исследовании включавшим более 6500 человек опубликованном в джамма 25% в верхней квартире пациентов у которых была четкая цель в жизни и они имели чуть ли не в два раза больше продолжительность жизни чем 25% тех у кого не было цели в жизни поэтому вот этот сплав сейчас восточный западной медицины идеи фрома и франкла он проникает наконец вот в нашу доказательную медицину спасибо друзья большое спасибо наше время вышло осталось 30 секунд и я благодарю всех спикеров я благодарю Ярослава без которого это бы не было возможно я прямо это говорю вот и я надеюсь что мы будем увидеться снова потому что размышления о будущем точно улучшают наше настоящее большое все спасибо Продолжение следует...